Приветствую вас и, пожалуй, начать, отвечать на ваш вопрос стоит такого вот встречного вопроса, значит, что делать, чтобы что? Ну, чего вы хотите? Вот вы говорите, я ушла с работы, да? Как долго стремилась к свободе? Хорошо, вы молодец, правильно поступили, что шли оттуда, где вам не нравилось, это прекрасно. А дальше? Что дальше? Вы когда стремились к свободе, вы что планировали делать в ней? Или с ней? Что вы планировали делать, будучи свободным? Для чего она вам была нужна? Это свобода. Что не позволяло вам делать работу из-за вот такого режима, как вы описываете, да? Что не позволяло вам делать работу? Подумайте об этом, это очень важно, на самом деле. Вот. Далее. Значит, вы говорите о том, что работа с каждым днем прибавлялась, 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 а данные, что были не ваши, то, что делали вы не ту работу, которая, ну, которая вы изначально, потому что соглашались, да? Делали вы другую работу, вот, и вопрос, поэтому будет складываться у меня к вам такой, А почему вы позволяли себе разваливать на вас больше обязанностей, чем это было прописано, например, договором? Почему? Что вам двигало? Что вам двигало, когда вы, по сути дела, соглашались бесплатно работать, да? На благо кого? На благо кого? На благо кого вы соглашались работать? Ну, полагаю, на благо кого-то. Да, кого-то, но точно не вас. Кто-то другого. Соответственно, почему? Это вот первый вопрос, на который вам обязательно нужно как-то вот ответить. Потому что именно качество, те качества, которые, по сути дела, ну, определили вас, определили ваше положение на работе, те качества, они, похоже, определяют вас и по сути тоже. То есть вот как вы позволяли на работе с собой обращаться, так вот вы, скорее всего, позволяете и в жизни тоже людям с собой обращаться. Потому что, как я понял, кроме работы у вас больше ничего нет. И финансовый достаток вас волнует. Опять же, по какой причине? По причине то, что больше вам помочь некому. Вот. То есть вы, как я понял, зависит только от себя. Ну, по крайней мере, вы так думаете. Ну, давайте подумаем. Опять же, с чем связана подобная линия поведения именно у вас. Это ведь на самом деле тоже очень важно. Далее. Вы говорите, что у меня прибавлена депрессия в связи с потерей финансового достатка. Видите ли, в чем дело? Депрессия – это заболевание, которое диагностируется врачом. По диагностированию этого заболевания назначается лечение, соответствующее лечение. Да, в том числе и психотерапия вам назначается. Но если у вас депрессия, то вам нужно обращаться именно к врачу, терапевту, а не сюда, психологом на сайт. Потому что если у вас действительно депрессия, то мы вам не поможем. Вам нужно медико-менторное лечение. Но только по решению врача и только при отчетной консультации с вами. Если же диагноза депрессии у вас нет, то мозг имеет место быть депрессивное состояние. Депрессивное состояние куда более реально, куда более вероятно, потому что произошла у вас смена деятельности, привычная смена деятельности произошла. И вы теперь просто не адаптированы к новой реальности. Если раньше вы жили по долгу, по обязанностям, то сейчас вы свободны. А свободный человек живет своими ценностями, своими установками, своими идеями, своими желаниями, своими стремлениями, своими взглядами и так далее. И вот, собственно, ваши проблемы заключаются именно в том, и задачи, ответ на вопрос, что делать. Ваши задачи именно в том заключаются, чтобы вы определили все вот это. В частности, чтобы вы определили свои интересы и подумали бы, какие из этих интересов вы могли бы реализовать в том смысле, чтобы, ну, чтобы, собственно, преодолеть, как раз таки, чтобы преодолеть, да? Свою финансовую зависимость, чтобы стать вновь финансово независимым. Сейчас вы будете это делать не с позиции обязательного заработка, а с позиции своих желаний. Что куда более важно, что куда более ценно, что куда более продуктивно именно для вас. Так вот вам нужно делать. Если, соответственно, интерес по какой-то причине вам реализовать в заработке не получится, ну, такое бывает, вот, в этом нет ничего страшного, то тогда нужно так организовать свое рабочее и свободное время, чтобы оно позволяло вам, чтобы рабочее время позволяло вам заниматься чем-то еще помимо работы, чтобы это не отнимало у вас много времени, чересчур много времени. Это вот, на мой взгляд, то, что вам нужно делать. То есть, отстаивать свое позицию, формировать свое позицию, вспомнить о том, для чего и почему вы начали стремиться к свободе. То есть, вы для чего-то свою работу отвергали, вы для чего-то ее отталкивали, свою работу. Значит, значит, что-то вы хотели приобрести, что и для чего. Отдельным пунктом идет ваша реализация, ну, в личной жизни, в межличностных отношениях, то есть, я имею ввиду друзья, там, значит, знакомые, досуг, единомышленники, партнеры по интересам и так далее. Как это у вас, как у вас с этим обстоят дела? Далее, значит, отдельно идет личная сфера. Сфера, связанная как раз с взаимодействием с противополосным полом. Тоже очень важный момент, как вы в этом реализованы, и реализованы ли? И все ли вас устраивают, если реализованы? То есть, работа – это главное, это важно, но это не единственная сфера, на которую вам нужно обращать внимание. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь эти моменты тоже для себя проанализировать. Без них вам не будет понятно, что делать. Вот. Ну, а самое главное – это все-таки, как вы позволили вообще в такой ситуации произойти? То есть, почему вы разваливали на себя больше обязанности, чем нужно? Вот, какой у вас был мотив для этого, чем он был продиктован и так далее. Это вот очень важный момент, очень важный аспект. Без него вы не поймете, что вам нет, потому что так или иначе вы будете попадаться в один и тот же капкан, если не увидите определенный сценарий своего поведения. Который, кстати, может идти у вас и из детства тоже, в частности. Может быть, ваши родители, ваша мама, может быть, в частности, вот так вот работала тоже. И вы считаете, что вам также нужна работа. Ну, понятно, что вам не подходит подобная модель, модель поведения. Вот. Подумайте спокойно, подсмышляйте. И если что-то у вас не будет получаться, то обращайтесь к любому эксперту на нашем сайте. Я думаю, что каждый из нас будет рад вам помочь. Ну, а я завершаю свой ответ. Если у вас остались ко мне вопросы, пишите в личку, я помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!